Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 18 апреля, четверг. История первая. Власти Курганской области призвали жителей зон затопления срочно эвакуироваться. Уровень воды в реке Табол стремительно растет. Он уже превысил опасную отметку. Затоплена правобережная часть Кургана. На территории области действует режим чрезвычайной ситуации. Пик паводков в Кургане ожидаются дня на день. Ранее из опасных зон вывезли более 13 тысяч человек. По данным властей, в регионе развернуто 16 пунктов временного размещения, которые могут вместить более 5 тысяч человек. Тему эвакуации из затопленных регионов обсуждали в среду на совещании с участием Владимира Путина. Во время мероприятия губернатор Тюменской области Александр Мор заявил, что покидать подтопленные регионы отказываются только от, цитата, «самые упертые». Речь чиновника прервал Путин. Не надо так о людях. Не надо. Владимир Владимирович, извините, извините. Не смешно. Нет, послушайте меня. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, там, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свои имущества, за свои дома. Но надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено. Добавлю, администрация Тюменской области рекомендовала жителям ряда районов эвакуироваться. По данным властей, уровень воды в реке Ишим может подняться до абсолютно исторических максимумов. История вторая. Президент Грузии Саламезо Робишвили пообещал и наложить вето на законопроект об иностранных агентах. В среду его в первом чтении одобрил парламент. За проголосовали 83 депутата от правящей партии «Грузинская мечта». Против не голосовал никто, поскольку оппозиция покинула зал заседаний. В Тбилиси уже третий день продолжаются массовые протесты. Митингующие, собравшиеся у парламента, потребовали от властей отозвать законопроект. После этого они двинулись к зданию правительства, где хотели добиться встречи с премьер-министром. Между митингующими и полицейскими произошло несколько стычек. В итоге были задержаны два человека. В прошлом году правящая партия уже вносила законопроект о прозрачности иностранного влияния. Парламент успел одобрить его в первом чтении, что привело к массовым протестам. В итоге документ был отозван. В этом году «Грузинская мечта» повторно внесла законопроект в парламент. В отличие от первого варианта, в доработанном документе вместо термина «агент иностранного влияния» используется формулировка «организация, проводящая иностранные интересы». Противники законопроекта считают, что он был продиктован грузинским властям из Москвы. История третья. Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроект о новом пакете помощи Украине. Он предполагает выделение Киеву более 60 миллиардов долларов. Документ предусматривает возмещение Соединенным Штатам потраченных средств. Также предполагается передать Украине дальнобойные ракеты. Президент Байден уже поддержал документ и призвал Конгресс принять его как можно быстрее. Голосование назначено на субботу, 20 апреля. В этот же день конгрессмены планируют рассмотреть отдельные законопроекты о помощи Израилю и Тайваню, запрет ТикТока в США, а также документы о мерах по использованию замороженных российских активов и санкциях против России, Китая и Ирана. История четвертая. Власти Франции арестовали дом, который принадлежит нынешнему мужу Людмилы Путиной, бизнесмену Артуру Очеретному. Как пишет издание Шаленш, речь идет о вилле Сюзанна. Она находится недалеко от Биорица. Сейчас дом пустует, его обыскали в рамках расследования по заявлению правозащитников. Площадь дома 5000 квадратных метров. Он был куплен в 2013 году после того, как Людмила и Владимир Путины объявили о разводе. Вилла обошлась в 5,5 миллионов долларов. Команда Алексея Навального ранее опубликовала расследование, где говорилось, что бывшая жена Путина и ее муж владеют квартирами и виллами во Франции, Швейцарии и Испании. История пятая. Юлия Навальная вошла в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала «Тайм». Текст о ней написала для издания вице-президент США Камала Харрис. Она подчеркнула, что США поддерживают Юлию Навальную и всех, кто борется за свободу и демократию. Журнал «Тайм» также опубликовал интервью с Навальной. В нем она рассказала о последнем свидании со своим мужем и о том, что знала о его возможном обмене. Вдова оппозиционера также сообщила, что сама приняла решение продолжить дело Алексея Навального. Она уверена, что рано или поздно обстоятельства его гибели станут известны. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайт 5». Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...